В этом выпуске мы покажем вам 10 самых необычных мужчин в мире, которые всех удивили. Удивитесь и вы. Человек-черепаха и Человек-кот, настоящий Кен, который точно бы понравился бы Барби, 200-200-сантиметровый подросток и многие другие герои уже ждут вашего внимания. Самый высокий в мире подросток 14-летний Жень Кэй Юй из Китая занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире подросток мужского пола. Сейчас его рост составляет 221,03 сантиметра. Настоящий гигант. Торжественная церемония замера производилась на родине молодого человека. Представители комиссии приехали к нему домой в китайскую провинцию Сычуань. Родители мальчика были всерьез обеспокоены его стремительным ростом и несколько раз обращались к врачам. Сначала медики подозревали гигантизм, однако тесты показали, что причиной необычного роста не являются болезни или генетические сбои. В норме оказался и гормональный фон. Сам Жень Кэй Юй признается, что не видит в своем случае ничего необычного. Многие члены его семьи тоже гораздо выше среднего роста. Альбинос и мода В современном мире все больше значения приобретает естественная красота, а модельные агентства развернули настоящую охоту за людьми с необычной внешностью. Конечно, они заметили и этого юношу. С детства Лео Джона страдал от издевательств по поводу своего внешнего вида, а все из-за альбинизма – наследственного заболевания, которое связано с нарушением пигментного обмена в организме. Частично или полностью отсутствуют пигменты как в коже, так и в волосах и даже в глазах. Альбинизм встречается редко. Даже если оба родителя являются носителями этого заболевания, вероятность его проявления у ребенка составит всего один к четырем. Лишь один из каждых 17 тысяч жителей Великобритании имеет признаки альбинизма. Несмотря на статистику, родители Лео попали на первые полосы местных газет еще в 1997 году, когда его новорожденная сестра стала третьим в семье ребенком-альбиносом. Разумеется, необычная внешность парня привлекла к себе внимание, но критика стихла, когда Лео стал успешной моделью. Сейчас он пользуется своей популярностью и пытается помочь другим людям с альбинизмом преодолеть жизненные трудности. Одним из его подопечных стал семилетний мальчик по имени Мэтью, который очень стесняется общаться с окружающими. А вот Лео ни на что не променяет свою особенность, ведь она позволила ему пройти по подиуму на лондонской неделе моды, сняться в нескольких музыкальных клипах и даже попасть на развороты журнала Vogue. Думаете, это был самый удивительный герой из нашего видео? Как бы не так, природа может сделать вас похожим на черепаху, но ничего не сравнится с теми историями, когда человек сам решает стать похожим на животное. Оставайтесь с нами, и далее вы увидите удивительного человека-кота, живого Кена, который понравился бы Барби, итальянца с татуировками на зрачках и других необычных мужчин, которые удивили весь мир. Человек-кот Деннис Авнар перенес десятки пластических операций ради того, чтобы быть похожим на кота. Деннис больше известен в народе как Человек-кот, но сам парень предпочитал индейское имя Крадущийся Кот, которое выбрал себе сам. Потомок коренных американцев Авнер начал менять себя после того, как вождь посоветовал ему следовать по пути тигра. В возрасте 23 лет он начал свое преобразование, сделав первые татуировки в виде полосы тигра на своем теле. Деннис считал, что следует одной из древнейших индейских традиций телесной трансформации, но использует более современные методы. За годы преобразований Авнер перенес операции на ушах, имплантирование силикона под кожу, заточку зубов, татуировки и пирсинг на лице. Ногти ему приходилось отращивать и затачивать, чтобы они походили на кошачьи когти. Каждое утро кот прикреплял синтетические усы к специальным приспособлениям, которые протыкали его губу. К сожалению, в 2012 году Человека-кота не стало. Деннис ушел в возрасте 54 лет. Бат Джеффрис Бат Джеффрис – одна из самых ярких и противоречивых фигур современного бодибилдинга. Ростом в 182 сантиметра и весом в 134 килограмма, этот мужчина просто невероятно силен. Бат очень популярен в социальных сетях и медиа, но не только из-за своей силы. Джеффрис написал 8 книг, записал больше 30 видео и аудиопрограмм, а также выиграл множество национальных и мировых чемпионатов по пауэрлифтингу. Помимо всего этого, он установил несколько рекордов, среди которых два мировых и несколько национальных американских. Этот парень явно перепробовал все возможные способы накачаться и даже придумал собственные. Например, приседания с перепрыгиванием с 90-килограммовым камнем в руках. И это лишь часть его тренировок. Ничего удивительного, что у Джеффриса уже почти 60 тысяч подписчиков в инстаграме. На это стоит хотя бы просто посмотреть. Ник Смит Вы не поверите, но двое мужчин на этой фотографии – родные братья. К своему 28-му дню рождения, житель США Ник Смит дорос всего лишь до отметки в 76 сантиметров. В день рождения его сфотографировали вместе с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 1,96 метра. По словам их матери Шелли, врачи предупреждали, что Ник может иметь серьезные проблемы со здоровьем и не дожить до зрелого возраста, так как страдает от скелетной дисплазии. Так или иначе, большая разница в росте не мешает братьям весело проводить время и играть в спортивные игры, в том числе в бейсбол. Живой Кен Кукла Кен, неизменный спутник Барби, считается эталоном кукольной мужской красоты. Но можно ли добиться подобной внешности в реальном мире? Похоже на то. 17-летний Филиппе Адам из бразильского штата Минос-Жерейс мечтает стать живой копией куклы Кена. Он уже знает, что это возможно, ведь ранее удивительного сходства с игрушкой уже удалось добиться мужчине по имени Родриго Алвес. По бразильским законам, Филиппе считается слишком юным для пластических операций. Сам парень утверждает, что из-за этого на превращение в Кена у него уходит слишком много времени. Приходится вставать в 2.30 ночи, чтобы прийти в школу к 7 утра. 4 часа. Именно столько уходит на макияж, прическу, подбор одежды и обуви. Да, невероятная внешность Филиппе на этих фотографиях – заслуга исключительно косметики и пластического грима. Однако парень очень рассчитывает на то, что к совершеннолетию уже заработает достаточно денег для пластики. Кстати, Родриго Алвес, о котором мы упоминали в самом начале этой истории, явно решил не останавливаться в своем стремлении эпатировать публику. Если раньше он был известен всему миру как «Живой Кен» из-за сходства с пластиковой куклой, то недавно Родриго объявил себя женщиной-трансгендером. Теперь он просит называть себя Родди и употреблять местоимение «Она» по отношению к себе. Неужели придется теперь переделывать внешность снова? Для справки, Алвес сделал больше полусотни пластических операций и потратил на них почти полмиллиона долларов. Причем его тело застраховано на миллион долларов, а для поддержания себя в нужной форме он ежемесячно тратит не меньше пяти тысяч. Самая большая челюсть С ранних лет этот мужчина привык лечить себе зубы самостоятельно. Обычно методы лечения были радикальными, поэтому мужчина быстро научился удалять собственные зубы. Одно из таких экстремальных удалений привело к тому, что десны и челюсть мужчины начали сильно отекать. День за днем отек увеличивался, пока не достиг пугающих размеров. Но никто из местных врачей так и не смог определить диагноз и назначить лечение. Жить с такой челюстью мужчине было очень трудно, но позволить себе дорогостоящее лечение он не мог. Хотя отек очень болел, мешал есть, пить и даже разговаривать. Недавно мужчину показали по национальному телевидению, и это подарило ему шанс на исцеление. Кристиан Акаромба Тело Кристиана Акаромба, 32-летнего итальянского блогера, фотографа и модели, на 75% покрыто татуировками. Свою первую тату он сделал уже в 13 лет, а после этого загорелся желанием набить их в как можно большем количестве. Начал он с груди, а на первой татуировке на лице решился в возрасте 19 лет. Но самое шокирующее его изменение – угольно-черные хрусталики, которые он получил благодаря татуировке, сделанной прямо на глазах. Необычная внешность Кристиана обеспечила ему успех в мире моды и стиля. Несмотря на то, что сейчас он живет в Лондоне, его основное модельное агентство базируется в Милане. Работодатели от него без ума, и сам Кристиан считает, что все это благодаря его смелому стилю. А на этом все. Напишите в комментариях, какой мужчина удивил вас больше всего. Спасибо вам большое за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok